Как боевые сводки, уже ожидаемо количество зараженных и погибших от коронавируса на утро воскресенья возросло. Поднебесные продолжают бороться с опасным вирусом, но счет пока и не в пользу медиков. О том, как мир противостоит пандемии, все больше напоминающей эпидемию страха в ближайшие 20 минут и не только. Вы смотрите Мир за неделю. Меня зовут Сергей Гергель. Здравствуйте. Сделка или уловка века? Почему план Трампа по урегулированию арабо-израильского конфликта только разогревает этот самый конфликт? А политологи заявляют, что все происходящее больше похоже на пиар. Условный Brexit. Туманный Альбион откололся от ЕС, но только формально. Договориться предстоит еще о многом, но времени мало. Не превратится ли переходный в затянувшийся период? Чем прогневали небесную канцелярию австралийцы? Пожары, потоп и снова пожары. Что происходит на шестом континенте планеты? Расскажем в выпуске. Шокирующие прогнозы по коронавирусу. Исследования ученых, от которого запаникуют люди даже с самыми крепкими нервами. И почему? О свирепствующем американском гриппе ничего не говорят. Разберемся. На этой неделе коронавирус накрыл полностью поднебесную. Во всех регионах КНР выявлены случаи заражения опасной инфекцией. Китайские медики работают на износ. Для того, чтобы предотвратить распространение пандемии, даже спят на рабочих местах, не снимая защитных костюмов. Но пока в этом противостоянии побеждает новый вирус. Каждое утро, как сводки с полей сражений, десятки умерли, выявлены еще сотни случаев заражения и продолжают усиленно бороться с болезнью. При этом призывая мировую общественность не паниковать. О стране в изоляции в материале Айданы Карибжановой. Почти 14,5 тысяч заболевших, больше 300 смертей. Статистика хуже, чем при вспышке атипичной пневмонии в 2003-м. Шокирует именно динамика распространения вируса, инфицированные обнаружены уже во всех регионах Китая. Власти, правда, принимают более эффективные меры, чем тогда. Борьба с вирусом пришла в каждый дом. Температуру проверяют у входа в жилой комплекс, у метро. Новогодние каникулы продлили во второй раз. Теперь до 13 февраля. Ближайший маршрут жителей – до аптеки или супермаркета. А затем снова в изоляцию. Как жители Уханя мы отвечаем призыву правительства и не выходим на улицы без нужды. Я любитель поплавать зимой, поэтому дома очень скучно. Но нужно быть защищенным. Жители Уханя всегда отличались упорством. Хочется верить, что мы выстоим и победим эту инфекцию. Мы с мужем добровольно сидели дома в изоляции. За неделю ни разу не вышли в магазин. Использовали то, что закупили ранее. Сегодня наконец-то солнечно. Вышли погреться и купить продукты и маски. Цены, к слову, заметно увеличились. Регулировать цены в каждом частном магазине сложно. Хотя в стране уже были прецеденты. И спекулянтов, повышающих стоимость на те же маски или продукты, наказывали штрафами. Попадают и недобросовестные чиновники. Главу комиссии здравоохранения города Хуанган провинции Хубэй сняли занимаемые должности за неосведомленность ситуации. Мы послали инспекцию в город Хуанган и пришли к выводу, что чиновник не в должной мере среагировал на вспышку инфекции. Он даже не знал количества заболевших. Сдержать вирус – это наша главная задача. Решать которую должны безупречные кадры. В Хубэй тем временем прилетают чартеры с жителями провинции. Их возвращают из зарубежных турпоездок. Такое решение принято, чтобы снизить риск заражения вирусом за пределами страны. Мы были очень взволнованы, когда узнали, что наша страна организовала самолет, чтобы отвезти нас домой. Я чувствую благодарность. Хоть здесь и опасно. Когда мы уезжали отсюда, мы не знали, что такое произойдет. Когда хотели вернуться, город уже был заблокирован. Будучи в Японии, мы в основном останавливались в отеле и на улицу не выходили. Вирус, впрочем, затронул и международные отношения. В китайском МИДе резко раскритиковали введение в США режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. И попросили мировую общественность не поддаваться панике. В стране предпринимают беспрецедентные меры по изоляции и лечению больных. 328 человек, к слову, уже выписали. Почти достроили два мобильных госпиталя, возведенных на пустыре, за строительством которых весь мир мог наблюдать онлайн в течение двух недель. Граждане Поднебесной, похоже, сплотились в общей борьбе с заразой и даже пожертвовали из собственных сбережений почти полтора миллиарда долларов. Страх за здоровье нынче стоит дорого. Неутешительные прогнозы делают специалисты. Ученые из нескольких университетов США и Великобритании, построившие модель распространения вируса на основе открытых данных, пришли к шокирующим результатам. Согласно их теории, уже 4 февраля количество зараженных по всему миру будет около 190 тысяч человек. Однако в основе теории ученых заложена большая погрешность. Эксперты считают, что известные случаи составляют всего 5% от общего числа зараженных. На этом, собственно, и строится анализ специалистов. Тем не менее, география распространения коронавируса за последнюю неделю существенно выросла. Уже в 23 странах лабораторно подтверждены случаи заражения. А Всемирные организации здравоохранения наконец признали вспышка коронавируса чрезвычайная ситуация международного масштаба. Единственный способ победить эту вспышку – совместная работа всех стран в духе солидарности и сотрудничества. Только сообщат, только вместе мы остановим это. Настало время для фактов, а не для страха. Это время для науки, а не слухов. Это время для солидарности, а не стигмы. Китай может оказаться в транспортной блокаде из-за вспышки коронавируса. Авиакомпании по всему миру массово закрывают рейсы по направлению в Поднебесную. При этом правительство пытается договориться с Пекином о вывозе своих граждан из Каина. Тем временем ряд стран запретили въезд туристам из Поднебесной, а в США и Австралии и вовсе отказывают в визе всем, кто в последние 14 дней посещал Китай. Заложниками пандемии стали и около 7 тысяч человек на морском лайнере Коста-Смиральда. У двух пассажиров граждан КНР заподозрили признаки заболевания коронавируса. Лайнер на сутки застрял в одном из итальянских портов, пока медики делали исследования. К счастью, взятые пробы показали отрицательный результат. Всего за пределами Поднебесной выявлено 139 заболевших новой инфекцией. А накануне на Филиппинах скончался 44-летний мужчина, пораженный новой инфекцией. И это первый летальный случай за пределами Китая. На этой неделе в списке стран, где выявили коронавирус, попала и Россия. Два лабораторно подтвержденных случая. В Казахстане заболевших нет, однако больше 120 человек находятся под пристальным вниманием врачей в карантинной зоне. Сегодня спецбортом 83 казахстанца заставили из Китая на родину. 80 из них это студенты. Между тем, для нераспространения коронавирусной инфекции в республике приняты беспрецедентные меры. Усилен контроль на авиа- и железнодорожных вокзалах за въезжающими в страну. Кроме этого, временно прекращено автобусное и железнодорожное сообщение с КНР. А с 3 февраля прекратят и авиарейсы. Однако некоторые граждане неосознанно, а возможно и с умыслом, распространяют недостоверную информацию по соцсетям. О выявленных случаях заболевших в Казахстане. Однако потом выступают с опровержением. Я признаю свою ошибку. О том, что я там сказал около 70 людей, я слышал мимолетом от своих товарищей, от своих друзей. Но почему такое пристальное внимание к новому коронавирусу? Количество заболевших по всему миру не больше двух десятков тысяч человек. При этом смертность чуть больше 300 случаев. Приведу пример. Ежегодно от респираторных инфекций нижних дыхательных путей во всем мире погибает до 3 миллионов человек. От туберкулеза почти 2 миллиона. Такие данные можно найти на сайте Всемирной организации здравоохранения. А вот еще официальные цифры от американских центров по контролю над заболеваниями. За 2019-2020 эпидемиологический сезон в США было зарегистрировано не менее 19 миллионов случаев заболевания. Грибом. 180 тысяч случаев госпитализации и, внимание, 10 тысяч погибших от гриппа. И что? А ничего. Еще раз повторю, это абсолютно открытая информация. Конечно, ажиотажу вокруг коронавируса добавляет неизученность нового штамма, а оттого и непредсказуемость последствий для человека. И, возможно, предосторожность не лишняя. Между тем, коронавирус уже влияет не только на эпидемиологическую ситуацию в мире, но и на экономическую. Аналитики агентства Moody's заявляют о новом черном лебеде. Этот термин подразумевает труднопрогнозируемое событие с потенциально значительными негативными последствиями. Так вот, новая пандемия из Китая может привести к еще более существенным экономическим потерям, чем финансовый кризис 2008-2009 годов. Но это пока прогнозы. На деле можно констатировать резкое снижение индекса мировых цен на промышленные металлы и паника на фондовых рынках, и дешевеющая валюта развивающихся стран. Мировая экономика понесет убытки. Люди будут меньше путешествовать, меньше потреблять, а Китай не сможет экспортировать свои товары. Но если сравнить с эпидемией атипичной пневмонии 18 лет назад, мы увидим V-образное развитие. Сначала экономика падает, а затем снова резко растет на сообщениях, что вирус под контролем. Мы пока точно не знаем, когда произойдет снижение, но я полагаю, что нет причин для паники. Эксперты также прогнозируют снижение темпов роста экономики Китая примерно на 1% пункт. А это, в свою очередь, снижение потребления в Поднебесное и, как следствие, уменьшение уровня производства. В конечном итоге все это может ударить по рынку углеводородов, так как официальный Пекин – крупнейший экспортер нефти в мире. И аналитики заявляют, что черное золото на этом фоне может потерять в цене до 5%. Ну а вот кто в плюсе от вспышки коронавируса, так это фармацевтические компании. Резкий рост акций, которых произошел после официального заявления ВОЗ. Иерусалим не продается. Так вкратце можно охарактеризовать реакцию палестинцев на предложенную Дональдом Трампом сделку века. В Лиге арабских государств также отвергли американский план помирить Палестину и Израиль. Ранее Махмуд Аббас, комментируя инициативу США, подчеркнул, что Палестина против участия штатов в качестве единственного посредника в каких-либо переговорах с Тель-Авивом. По его словам, он обратится в Совет Безопасности ИОН и в другие организации, чтобы объяснить свою позицию. Теперь они хотят 30% территории Западного берега. Западный берег и сектор газа – это 22% от того, что нам осталось от исторической Палестины. Всего 22%. Однако мы согласились на эти условия, чтобы покончить с враждой. Теперь же они хотят взять еще 30%. Из 22% оставив нам 11%. Махмуд Аббас после объявления Трампом сделки века разорвал отношения с США и Израилем. А сам план по урегулированию Палестино-израильского конфликта может, напротив, привести к эскалации этого конфликта. Обострение на границе палестинского анклава началось в пятницу днем, когда сотни палестинцев приняли участие в массовых митингах протеста против сделки века. Маршем не ограничились. С палестинской стороны по Израилю выпустили три ракеты, а накануне усилились обстрелы. В ответ Тель-Авив нанес удары по объектам Хамас, возложив всю ответственность на движение за происходящее в регионе. Это наша земля и это наша столица. Мы не примем никакой альтернативы. Мы не примем даже толику от этой сделки. Иерусалим – столица Палестины. И нам нет дела до Трампа. Иерусалим останется нашим. Однако некоторые политологи усмотрели в сделке уловку века. В то, что палестинцы согласятся на такой план урегулирования конфликта, разработанный в тесном сотрудничестве с Нитаняху, не верит никто. Больше все происходящее напоминает пиар-акцию, направленную на то, чтобы отвлечь внимание от импичмента американского президента и уголовного преследования израильского премьера в преддверии выборов. А что о сделке века пишут мировые таблоиды? Издание пролистала Гульнара Жандаголова. Гульнара, как отреагировали на план Дональда Трампа? Что пишут? Ну, в основном СМИ, конечно, считают план Трампа провальным. А вот подробнее расскажу прямо сейчас. В газете «Райюм» на арабском языке вышла статья под названием «Почему мы считаем сделку века самым большим подарком Ирану в разгар его конфликта с Америкой?» Автор статьи уверен, что сделка века подтолкнет Иран к решительным действиям. Во-первых, на пути выхода из ядерной сделки. Во-вторых, поможет избавиться от американского присутствия на всем Ближнем Востоке. Сделка века объединит палестинский народ и все его фракции против Соединенных Штатов и их союзников в Персидском заливе, который поддержит и профинансирует идею Трампа. Вот газета «Нью-Йорк Таймс» считает, что своим заявлениям Трамп положил конец длительному и напряженному ожиданию мирного плана, который подвергся серьезной критике еще до того, как стали известны его детали. Аналитики не считают его серьезным проектом по достижению мира и называют этот план политическим документом, который был представлен Трампом прямо посреди процесса импичмента и разрабатывался в тандеме с Нитаняху, который подвергается уголовному преследованию и будет участвовать в третьих выборах за год. Обозреватель CNN пишет, что эта сделка сводит на нет закон, международную легитимность и многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи. Мирный план на Ближнем Востоке — это фантазия Дональда Трампа, продолжает автор Мустафа Баргутти. Объявляя о предлагаемой сделке, президент Трамп говорил о безопасности Израиля, но он не упомянул ни разу о безопасности палестинцев, ни политической безопасности от израильской оккупации, ни самой продолжительной оккупации в современной истории, ни социальной и экономической безопасности палестинского народа. Британская Guardian продолжает, что план Трампа в отношении Палестины только усилит конфликт. Издание восхищается палестинцами. Сопротивление палестинцев, их настойчивость и их вызов амбициям Израиля являются одними из самых ярких явлений нынешней эпохи. И это несмотря на мощь, ядерное оружие и союз США, еврейского государства. Guardian напоминает, что существует и народное сопротивление, которое будет расти среди палестинцев, независимо от исхода сделки. Хотя Израиль является ядерным региональным гегемоном. Его господство все-таки не является бесспорным на Ближнем Востоке, равно как и легитимность недемократических арабских режимов. И, наконец, США, несмотря на всю свою мощь, сыграли второстепенную роль, а иногда и вовсе не играют никакой роли в кризисах в Сирии, Йемене, Ливии и других регионах. Вашингтон не обязательно будет поддерживать монополию в отношении палестинского вопроса и даже на весь Ближний Восток, заключает британская Guardian. Я так понимаю, что теперь нужно время, чтобы разобраться в этой ситуации. Спасибо, Гульнара. Мы продолжим. Какова вероятность того, что США удастся продавить свой план по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке? Этот вопрос мы адресовали эксперту Института мировой экономики и политики Лидии Пархомчик. На самом деле, понятное дело, что у Соединенных Штатов на Ближнем Востоке есть достаточно много союзников, которые не могут однозначно заявить о том, что сделка неприемлема, так как это сделала палестинская сторона. И они попытаются каким-то образом сгладить углы. Это мы действительно уже видим. И это со стороны Саудовской Аравии, со стороны египетского правительства. О том, что план не был радикально отвергнут. Были использованы максимально мягкие формулировки в том, чтобы выразить свое отношение к подобной инициативе. Будет собрано очередное заседание Лиги Арабских государств, которая обсудит данный вопрос. И, возможно, сформирует какую-то общую позицию по своему отношению к сделке, предлагаемой Соединенных Штатах Америки. Однако, быть уверенным в том, что Лига Арабских государств, Арабский мир станет проводником в данном процессе, мы, к сожалению, тоже не можем, потому что по многим положениям сделка действительно является бенефициарем данной сделки, является Израиль. Это, в принципе, ожидаемо было, потому что, да, действительно, Соединенные Штаты Америки, они никогда и не скрывали о том, что поддержка больше идет израильской стороне, это их ближайший солюзник на Ближнем Востоке. И здесь, как бы мы, как бы так не случилось, автология, Америку не открываем. Крушение летающего Wi-Fi на территории Афганистана, отчего разбился один из самых дорогих самолетов в мире. Пожары, потоп и снова пожары. Природа вновь испытывает жители Австралии. И зачем Гретти Тунбек собственный торговый знак? Об этом они только в нашем обзоре коротко. Один из самых дорогих военных самолетов США на этой неделе разбился в Афганистане. Его стоимость примерно 1 миллиард долларов. Этот борт называли воздушным узлом связи или летающим Wi-Fi. Он участвовал во всех крупнейших боевых операциях в регионе, в том числе в Сирии и Ираке. Эксперты полагают, что именно Е-11 организовывали удар крылатыми ракетами по авиабазе Шайрат в 2017 году и атаку на объекты химической инфраструктуры в Сирии в 2018. Пентагон признал потерю самолета только после того, как в сети разместили видео и фото его обломков, обгоревшие документы и айди одного из членов экипажа. Талибы заявили, что это их рук дело, однако американское командование усомнилось, заявив, что нет признаков того, что Е-11 был сбит. Машины этого типа применяются на высотах, недоступных для средств ПВО боевиков. Сколько человек было на борту, тоже неизвестно по разным данным от двух до десяти. Редчайшая скульптура Поля Гогена, которая предположительно обошлась музею в Гетте в США в несколько миллионов долларов, оказалась подделкой. Эксперты установили работу «Голова с рогами», выполнил неизвестный художник. Ее уже исключили из постоянной экспозиции музея. Известно, что приобрели скульптуру в 2002 году у некогда влиятельной французско-американской династии арт-дилеров, на которую заведено несколько судебных дел. Отмечу, в узких кругах давно были сомнения по поводу авторства этой работы. Кто-то считал, что вырезал ее полинезийский художник, а кто-то утверждал, что сотворил ее европеец, который, как и Гоген, жил на Таите, либо путешествовал по региону. Тонет и горит. Природа продолжает испытывать на прочность жителей Австралии. В охваченном огнем континенте прошли проливные дожди. В некоторых штатах выпала четверть годовой нормы осадков. А в ближайшие дни дождь продолжится, предупреждают синоптики. Сообщается, что от паводка спасли несколько человек. Некоторые мосты и дамбы перекрыли. Покидая опасные районы, люди не оставляют в беде и животных. Из зоны подтопления их выносят в прямом смысле. Слово, на руках. Многие сильно истощены. Дожди тем временем ослабили, но не сумели потушить лесные пожары. Огонь уже угрожает столице. Борются с ним и с земли, и с воздуха. По последним данным, прямые убытки. Австралийской экономики приближаются к 3,5 миллиардам долларов. Потери туристической отрасли оцениваются более чем в 600 миллионов евро. Илон Маск разбогател за час почти на 2,5 миллиарда долларов. Состояние американского предпринимателя увеличилось за счет повышения рыночной капитализации компании Тесла. Ее акции на фондовой бирже в Нью-Йорке выросли сначала на 2,5, а затем еще на 12 процентов, достигнув стоимости 649 долларов. И теперь состояние Маска, которому принадлежат 22 процента, акции Тесла оценивают в 36 миллиардов. Напомню, компания была основана в 2003 году. Она производит электромобили, двигатели на электричестве и батареи. Биоразлагаемые кроссовки, футболки и все возможные блокноты. Грета Тунберг теперь сможет выпускать что угодно. Экоактивистка заявила о намерении зарегистрировать свой товарный знак, объяснив это тем, что сейчас ее имя часто используют без ее согласия и зарабатывают на этом деньги. Теперь она сможет это сделать и сама, тем более, что коммерческий успех, считают экономисты, ей обеспечен. Грета достаточно популярна у западной молодежи, только в Твиттер на нее подписаны 2 миллиона человек, в Инстаграме в 5 раз больше. Впрочем, Тунберг объявила, что создаст некоммерческий фонд, который будет поддерживать вопросы экологии, климата и социального развития. Возможно, весь креатив и товарный знак будут связаны только с этой организацией. Поживем, увидим. Уйти или остаться? 3,5 года назад британцы сделали свой выбор. И вот спустя 188 недель сторонники Брексита попрощались с ЕС. Они сделали это шумно и весело, с фейерверком, шампанским флагами и значками с надписями «Счастливого Брексита». Аналогии с Новым годом добавляли часы. В 23.01 по Гринвичу на большом экране появилась надпись «Мы вышли». 17,5 миллионов против 16-ти. Именно столько британцев отдали свои голоса за выход из Евросоюза. После 47 лет членства в крупнейшем торговом блоке мира Соединенное Королевство вышло из его состава. Британия сейчас вступает в переходный период. Он продлится до конца декабря. У многих смешанные чувства. Одни открыто ликовали, называя случившееся лучшим, что могло произойти за последние полвека. Другие бежали из страны, чтобы не праздновать это событие. Это лучшее, что случилось со мной за последние 70 лет. Я вздохнул свободно, потому что раньше кое-кто из стран-членов ЕС обращался с нами не так, как того следовало бы. Мы хотели другого отношения. Мы просто приехали на 24 часа во Францию, чтобы не быть в Великобритании на праздновании Брексита, потому что мы против. Мне не до веселья такое чувство, будто я потеряла семью и нахожусь в трауре. У нас было все – фантастическое братство, свобода передвижения, доступ к странам друг друга, дружба и все остальное. А теперь у нас этого нет. В пятницу противники Брексита вышли на улицы в Белфасте в Северной Ирландии, чтобы выразить свое недовольство. Им грустно наблюдать за происходящим. С политической точки зрения остров разделен на две части. Одна из которых – Республика Ирландия, остается в ЕС, а другая – Северная Ирландия. Выходит вместе с Британией, оставляя много вопросов для жителей приграничных территорий. Это печальный день для жителей Ирландии, которые живут на одной стороне границы и работают на другой. И их так много. В настоящее время у них есть серьезные проблемы в попытке получить ипотеку и даже страховку. Нет, нас не радует Брексит. Тем временем в Брюсселе уже демонтировали табличку с надписью «Представительство Великобритании в ЕС». Вместо нее появилась новая – «Миссия Великобритании в Европейском Союзе». Со всех учреждений ЕС сняли британские флаги. И с 1 февраля 2020 года на картах Союза Соединенное Королевство обозначают серым или бежевым цветом, как третью страну. Британия исключена из Европарламента, Совета ЕС и прочих политических органов Евросоюза. И на этом ставлю точку. Увидимся через неделю.